В результате сотрудничества волонтерского движения Код для Израиля и израильской хай-тек-компании Final разработан специализированный алгоритм для борьбы с онлайн-антисемитизмом. Этот алгоритм координирует контент на различных онлайн-платформах и обеспечивает эффективный и мгновенный мониторинг антисемитских высказываний в сети. Затем следует сообщение во Всемирную Организацию по борьбе с онлайн-антисемитизмом, и публикация удаляется. По своей эффективности алгоритм, разработанный компанией Final, в 10 раз превосходит возможности любого мониторинга. Уникальная система автоматически объединяет контент через внешний интерфейс, и каждый пост проходит оценку с использованием возможностей искусственного интеллекта для определения степени его антисемитского потенциала, сообщил журналист издания Jerusalem Post Цвика Клянь. Волонтеры движения Код для Израиля сообщают об оскорбительном контенте в различные социальные сети, сопровождая информацию с срочным запросом о его удалении. В противном случае в дело вступают общественные и юридические сообщества, оперирующие международным правом в области современных технологий. Нарушение грозит принятыми в соцсетях наказаниями для пользователей и серьезными неприятностями для систематических нарушителей. Информация о тех, кто использует социальные сети для пропаганды, юдафобии и призывов к насилию в отношении евреев, распространяется почти мгновенно. Так, на минувшей неделе с серьезной судебной проблемой столкнулся Твиттер. Калифорнийская компания с прошлого года, принадлежащая Илону Маску, была предупреждена о шести антисемитских или иных расистских твитах в январе этого года. Четыре твита прямо отрицали Холокост. В одном говорилось, что черных следует отравить газом и отправить в космос на Марс. А в шестом сравнивали программу вакцинации против COVID-19 с массовым истреблением в нацистских лагерях смерти. Однако гигант социальных сетей не смог удалить серию наполненных ненавистью твитов, о которых сообщили пользователи. Точнее, Твиттер постановил, что три твита не нарушают его правила и не ответил на другие сообщения. Все это стало предметом судебного иска, поданного организацией HateAid, которая проводит кампании за права человека в цифровом пространстве и Европейским союзом еврейских студентов. Стоит заметить, что отслеживание и выявление антисемитского контента, а также подача заявления в суд, заняли у истцов более полугода. Израильский алгоритм помог бы сократить этот срок до минимума. Его появление может стать поворотным моментом в установлении новых стандартов проверки онлайн-антисемитизма. С момента своего создания в 2020 году Всемирная организация по борьбе с онлайн-антисемитизмом подготовила более 400 волонтеров, которые активно отслеживают антисемитский контент на нескольких языках, на 10 ведущих платформах социальных сетей. Компания Final признана мировым лидером в области высокочастотной торговли, где технология способствует быстрому принятию решений в рамках обширных баз данных. Около 20 исследователей, инженеров, программистов и технологов на полностью добровольной основе активно участвовали в разработке алгоритма для борьбы с онлайн-антисемитизмом. В сущности, новая разработка еврейских ученых и специалистов призвана защищать не только честь и достоинство, но и саму жизнь людей. Ведь зачастую именно через соцсети распространяются призывы к погромам, нападениям на евреев, вандализм в отношении синагог и общинных центров и даже идет вербовка террористов. Теперь антисемитам будет намного труднее пробиться к своей желанной аудитории. А теперь наш постоянный раз...